МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В советском районе Новосибирска во дворе жилого дома обнаружили останки человека. На месте весь день работали следователи комитета. Вот что известно к этой минуте. 6 ноября 2020 года местный житель обнаружил на участке местности около одного из домов по улице Софийской в советском районе города Новосибирска стандидированные останки человека. По данному факту он обратился в органы внутренних дел. В связи с чем в настоящее время следственным отделом по советскому району города Новосибирска, следственное управление СК РФ по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Следователи СК вместе с полицейскими осмотрели территорию. Пока информации немного, судя по останкам, погибший мужчина. А вот как он умер, будут выяснять эксперты. Уже полученные сведения проверят по базе данных без вести пропавших людей. Следователи регионального СК, отсмотрев еще один ролик из детской туберкулезной больницы, где издевались над маленькими пациентами, начали уголовное преследование второго медработника. Вот официальное заявление представителя ведомства. В ходе расследования уголовного дела следователем Следственного комитета был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудникам детской туберкулезной больницы в отношении малолетнего ребенка. По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении указанного медицинского работника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, ненадлежащее исполнение обязанности работникам медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено жестоким обращением. Речь об этом ролике. Что происходит, понятно, без комментариев. Как только медработник появляется в палате, испуганные дети бросаются на свои кровати. Кто не успевает, получают подзатыльники и удары по телу. Стоит отметить, что в медучреждении маленькие пациенты находятся на длительном лечении, чаще всего без сопровождения взрослых. Некоторым малышам едва исполнилось три годика. Расследование уже двух уголовных дел продолжается. К другим темам, социальным. Набивали карманы на поставках продуктов старикам и инвалидам. В Новосибирске вынесли приговор по резонансному делу о многомиллионных хищениях в Доме ветеранов. Еще пять лет назад постояльцы Новосибирского Дома ветеранов пожаловались на не самые комфортные условия проживания и качество питания. Тучи над директором учреждения Евгением Рерихом спустились после того, как к делу подключилась прокуратура. Проведена прокурорская проверка правильность расходования бюджетных денежных средств, выделенных для приобретения товаров и продуктов питания в социальном учреждении Новосибирского Дома ветеранов. К результатам проверки было установлено, что определенная часть денежных средств была похищена. В результате Евгения Рериха и его супругу Риту обвинили в особо крупном мошенничестве. Согласно материалам дела, именно жена директора стояла у руля фирмы, которая снабжала Дом ветеранов продовольствием. Завышая стоимость, подставная контора закупала продукты у сторонних организаций, якобы чтобы получить вознаграждение за проделанную работу. Но, как выяснилось, никаких платных услуг она оказывать не могла, так как не обладала ни транспортом, ни персоналом. Все работы выполнялись за счет ресурсов самого учреждения, то есть Новосибирского Дома ветеранов. При этом в результате определенной наценки, которая образовывалась в процессе поставки, была похищена сумма около трех миллионов рублей. Как установили правоохранители, подобные махинации семейная пара поставила на поток. Финансовый урон от действий четырехов по итогам расследования оценили в 27 миллионов рублей. Однако к финалу судебного процесса он сократился до 8 миллионов. Согласно материалам дела, на эти деньги Рита Рерих покупала квартиры, расплачивалась по кредитам. В качестве обеспечительных мер был наложен арест на имущество бизнес-вумен, три объекта недвижимости, ювелирные украшения на полмиллиона и внушительную сумму наличными. Фигуранты, которым в итоге вменили растрату, вину так и не признали. Уверяли, что занимались обычной коммерческой деятельностью. Прокурор настаивал на реальном наказании, но Фемида назначила Евгению Рериху и его жене условные сроки. Правда, они должны еще возместить весь ущерб и выплатить крупный штраф. Приговор не устроил ни одну из сторон и наверняка будет обжалован. Самая обсуждаемая новость этого дня – исчезновение 130 миллионов рублей из банковской ячейки. И удивляет здесь не столько внушительная сумма, сколько личность якобы потерпевшего. По информации СМИ, деньги принадлежали бывшему заместителю начальника областного главка МВД Вячеславу Певневу. Высокий пост офицер занял в 2015-м, но проработав около полугода, подал в отставку. Была информация, что это решение не добровольное, а связано со скандальным хищением 14 тысяч тонн топлива с нефтебазы «Красный Яр». Так это или нет, до сих пор не ясно, но новость об опустевшей банковской ячейке полицейского всплыла прямо в день профессионального праздника. Кстати, сотрудники самого финансового учреждения уверены, что такое преступление провернуть невозможно. Проводится проверка как со стороны банка, так и со стороны полиции Новосибирска. Подчеркнем, что незаметно похитить содержимое ячейки невозможно. Ни в одном аналогичном случае информация о краже, выполненной сотрудниками банка или третьими лицами, не подтверждалась. Серьезный пожар произошел сегодня в левобережье Новосибирска. Ситуация в 4-м порт-Артурском переулке осложналась тем, что в доме были газовые баллоны. Сообщение о пожаре поступило в МЧС достаточно поздно. Двухэтажный коттедж, обитый сайдингом, полностью охватило пламя. В зоне риска находились и соседние участки. Три дома, расположенные буквально в нескольких метрах от пылающей постройки, могли вспыхнуть в любой момент. А густой едкий дым заволок частный сектор и был виден едва ли не с любой точки левобережья. Там в основном пластик, я так понимаю, загорелся, что у нас электрический, взорвался котел электрический. Рядом находится наш дом, 28-й. Ребята молодцы, приехали в течение трех минут, огромное им спасибо. Они сейчас как могут сражаться за наш дом. С самого начала было ясно, без подкрепления не справиться. Только на остановку распространения огня ушло почти два часа, и это при том, что работали 32 человека. Пожар в 15 часов 44 минуты был локализован. Открытое горение было ликвидировано в 16 часов 19 минут. Площадь пожара составила порядком 250 квадратных метров. Тушение данного пожара осложнялось наличием в жилом доме газовых баллонов. Хозяева находились на месте вызова, не пострадали. Говорить о причинах возгорания еще слишком рано. Спасатели до позднего вечера проливали стены, чтобы избежать тления и нового пожара. А насколько Евгений Павлов экстренный вызов. В сети появилось видео, как новосибирец на своем внедорожнике вытаскивает из огня чужую машину. Все случилось сегодня днем на Затулинке. Со слов очевидцев, спасатель просто ехал мимо, а когда заметил полыхающую Волгу, решил помочь. Мужик пытается спасти соседнюю машину. Удалось оттащить вовремя. Волгу чуть позже потушили, а неравнодушный водитель на внедорожнике сорвал овации и комплименты в интернете, в отличие от автора ролика, который предпочел бежать с места ЧП. И последнее. Пожилой мужчина получил ожоги, когда его рука застряла в радиаторе отопления. Бойцы МАЗ, приехав по вызову на улице Зорги в Кировский район Новосибирска, застали такую картину. Пенсионер сидел на полу в обнимку с батареей и не мог пошевелиться. Оказалось, накануне он прилично выпил, а когда проснулся, обнаружил себя в этом положении. Как застрял в радиаторе, не помнит. Спасатели помогли мужчине выбраться и передали его медикам. Рана оказалась довольно серьезной. На этом пока все. Берегите себя. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова